МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И здрасте! День второй начинается. По плану, вот сейчас за мою спину туда уходит дорога. Дорога очень старая, соединяет одну, грубо говоря, один тракт и другой. Она километра три длиной. Естественно, всю мы не пробьем. Деревья, сейчас покажу, вдоль стоят. Вот такие, сказал, немаленькие. Лезли-лезли оттуда. И неожиданно вдоль дороги, бах, домик стоит. Скорее всего, егерский или что-то такое. И вот она туда уходит. Все, конечно, заросшее, но дорогу попробовать можно. Попробую сейчас певтору побить. Она по карте с той стороны еще. Ну, пойдем, сейчас посмотрим, короче говоря. Смотрите, друзья, вот этот дом заброшенный, да? И здесь холмина такая. Ну, тоже явно дом стоял. Кирпичные остатки. Вот, видите? И судя по окнам, все-таки дорога там была. Мы предположили, что она где-то с этой стороны еще. Нет, все-таки с той, где сейчас современный накат идет. Что-то здесь было. Причем большое. Ну, и деревья вот такие. У нас у Любы первый. Да ладно. Это четвертый тбил, он должен быть. Да? Первый сигнал. А, эти что ли? Да, она может быть медный. Очень плохо видно. Щетовичок. Такой вот. Плохо очень. Ну, мне показалось, что там была четверка. Может быть. Такие вот тут заросли. И тут вот такие. Нет, двойка. Двойка. И тут вот такие. Такая по дороге. Все, да? Я вот тут вот заскакиваю. Да мне с моим рулем там делать нехрена. В этих буреломах. Глубоко было. На штыке. Да? Ну, ладно. Здесь дорога начинает изгибаться. Здесь вот лужа здоровая. Прямо. То есть, в принципе, они везде. Этот советский, да, объезд. Она шла вот тут. Сейчас посмотрим. Ну, короче, получается, как? Прошли по дороге практически вот дотуда до леса, куда нам, собственно, и надо было. Старый там лес. Две-три пути. Две-третьи пути от всего. И там разлив какой-то. Здесь надо ждать, пока высохнет. Мы не пролезем. Я в сапогах. Любка без. Такую штуку в кустах обнаружил. Кто знает, подскажите. Хе-хе. Бутылка в середине лежит. Для чего это? Сидели на ней. Для чего это все сделано? Что-то не пойму я. Ладно, пока здесь покружимся, потому что... Чего? Чего там? Попробуй, наверное. А? Попробуй много очень. Пушка, один с ним по делам. А потом поедем в вчерашнее соседнее поле пробовать. Такие тут кругом заросшие накаты. Сейчас идем в сторону машины. Гнутенькая копеечка, 27-го года. Да, затея не удалась, разлив. Ну, ничего, мы сюда еще вернемся. Залезли вот на этот фундамент, который он вначале показывал. Слушайте, он огромный. Вон, а. Что же здесь было такое? Он огромный, кругом кирпич. Пытаемся. Ну, у нас снайперок нет с тобой. Здесь, конечно, надо... Никак здесь не ожидали. Что здесь интересно было? Потому что я порассказывать ничего не слышал. И по картам здесь ничего не стояло. Барский дом такой здоровый. Не, ну и железо. Ладно, да, это потом мы сюда вернемся. Попробуем поузнавать, что здесь было. Обязательно приедем. А? Помойка, что ли? Там чисто. Ага. Там просто вон. Подойди, я покажу. Ох ты да, туда сваливали. Да как бы не больше. На такое строение. Максима. Интересное местечко. Ладно, поузнаем. Так, и так мы оттуда уехали. По ходу движения, по ходу пьесы заехали. Пока накат сухой. На все-таки. Смотрите, одно местечко, что-то нам не дают. Смотрите. Сейчас покажу. Только я не помню, как они называются. То ли строчки, то ли смарочки. Грибы. Попадали. Раз. Делаем. Два. Вот, кто помнит, напомните. Вот, весенние грибы. Я сам не грибник особо. Поэтому точно не помню. Ух, ни хрена там гуси. Орут. Ладно, сейчас здесь полазим маленько и все. Так, извиняйте за ветер. Первый на сегодня империя. Ой, ладай, симпатичная. Орел. А здесь убитая, да? Ну, да. Ну, да ладно. Так, еще там душка какая-то. Ну, ладно. Ну, это стало. Ну, ладно. Ну, ладно. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Сейчас покажу вам, чем мы поливаемся. Это не реклама будет, это реально. Тоже несколько лет пытались сюда заехать. Я на этой, на проходимце не мог сюда заехать. Здесь Киров-то такое месили. Вот. После них можно только набелазить. И, наконец-то, мы сюда попали. Очень хотели здесь походить. Вечер второго дня. Сейчас я вам покажу, чем пшикаться. Итак. У нас вот такая кегля. Ну, для удобства. Покупайте любое средство. Они даже в бочках продаются. Содержащие... Ну, то есть, циперметриновая группа. Либо цеперметрин. Вот мы пользуемся вот такой штукой. Сейчас, я солнце. Вот. Медилис ципер. Вот такая штука. То есть, любое такое средство, содержащие циперметрин. Здесь 25%. Либо альфа-циперметрин. Это еще лучше. 5 миллилитров. То есть, 5 кубиков шприц. На литр воды. Долго болтайте. Обрабатывать всю одежду. На кожу не лить. Не полезно. Вот. Обрабатывайте одежду заранее. С вечера. Где-то... Ну, где-то на один костюм уходит грамм 200, наверное. Миллилитров 200. И даете высохнуть. Средство работает, в принципе, несколько дней. Но боится воды. То есть, если вы попали под дождь, все. Действие закончилось. Но мы еще подливаемся так периодически. Клещи дохнут от него. То есть, они не отпугиваются, они дохнут. Так что, кому нужно... Медилис ципер. Такая бутылочка. Полевой лунь. Хищная птица из семейства ястребинах. Перелетный вид. Птица обитает практически по всему северному полушарию. По всей огромной территории Евразии и Северной Америки. В России распространены в различных ландшафтах. А именно, тундра, леса тундра, леса степи, степи. В средней полосе России полевой лунь появляется в апреле, когда в снегу проступают большие проталины. Этот хищник населяет луга, поля, степи, сельскохозяйственные угодья, заболоченные местности и другие заросшие кустарниками и травой открытые пространства. Взрослые особи достигают длины тела 45-52 см и метрового размаха крыльев. Причем самки несколько крупнее самцов. Вес самки от 380 до 600 грамм. Вес самцов 280-350 грамм. Они отличаются и окраской. Рыжевато-бурая самка и пепельно-серый самец. Верх темный, брюшко и грудь в крапинках белого цвета. На нижней части хвоста самки всегда хорошо заметны три поперечные полосы. Глаза и ноги желтого цвета, клюв черный. Все юные луни, не достигшие годовалого возраста, выглядят похоже на самок, отличаясь лишь еще более рыжим оттенком и меньшим количеством пестринок. Общая для всех луней визитная карточка, отличающая их от других хищников семейства истребинах, это лицевой диск, смахивающий носовиной. Такое расположение перьев улучшает их слух, который эти птицы активно используют в поиске добычи. Активный образ жизни ведут днем и в сумерки. Благодаря своим длинным крыльям и хвосту, полевой лунь может бесшумно парить над землей, выслеживать грызунов, мышей, полевок, хомяков, которые составляют до 95% его диеты. Остальную долю приходится на земноводных, насекомых, рептилий и изредка падаль. Так, друзья, там походили. Одна проволока. Здесь выход из деревни. Пошли с этой стороны. Вот здесь шла дорога, крупная достаточно. Туда же, там урочище и жилая деревня. У Любы Калина у меня сломанный, но окончательно не разбитый перстенечек. Это уже интересно. Да, сегодня день путешествий у нас. Вроде по этому полю. Вон там, за углом вчера, раз цепуху хоть подымали. А это уже поле в другой деревне относится, с которой мы здесь не дали. Это монета. Сегодня нечастый, нечастый гость. Просто никакая. Лысый. Лысый монета. Чьё за монета? Да Катя, наверное. Судя по размеру. А, подожди, капуста, видно. Не засет солнца. Что ж это будешь делать-то? Капусточка. Где присуток? Ага. По вчерашнему сценарию? Ну, кто нас знает. Что-то не уверен. Сигнальчик такой у меня. Вот такие я очень люблю. Попадаются, но не часто. Пуга-гиречка. К сожалению, ушка нет. Вылезла из леса. Вынесла. Давно они попадались. Душечка. 799 годик. В принципе, в сохране. Ну, Павла это Павла. Удивляться-то, в общем-то, тут и нечего. Павла замечательный. Да. Был. Не жаден. Он хороший. До меди, да? У нас недолго. Такую нашли в лесу. Ой, кстати. Что ж так меркаешь? Ну и хреново, она же начинает. Во. Крупная. На земле так и сидела. О, прикольный лес. Просто замечательный. Опа. Еще одна. Та, что все, одна с девятой. Девятый, ну и восьмой. Казалось, восьмой. Все, пять, пять. Здесь что-то все кучками валяется. Ага. Пойдут я еще посмотреть. Давай. Кто-то там в кустах. Раскладываем отчетик. Ой, господи. Да, кстати, забыл сказать. Прошли по направлению поля. Фактически ничего нет. Но трава достаточно высокая. И колдобины. То есть такое ощущение, что перепахали, бросили. Вот оно само по себе стоит. Зато леса дают. За углом вчера. Тут. За углом два раза. Здесь один. Вот. Находок, конечно, мало. Сейчас у него там разведывательной деятельностью мы занимались. Вот. Пятаки. Ой, пятаки. Господи. Двушки спасли ситуацию. В принципе. Так бы было вообще печально. Вот и все. Что у нас сегодня есть? Скромно. Скромно. Наша вкуса. Да, только ломаный. Ну что-то там было, да. Ну что, под пение птиц. Всем пока. Пока.